Бараны еще 2-3 июня принимали спортивно-культурный фестиваль в Итоке Крок да Олимпу. В первый день праздника в парке имени 30-летия в ЛКСМ прошел художественный интерактив. Играйте с нами, рисуйте сами. 2 июня в основной день проведения фестиваля было организовано около полусотни площадок с активностями. В Водоканале состоялся традиционный конкурс профессионального мастерства на звание лучшей по профессии. Лето, пора каникул и отпусков. Многие отдыхающие проводят свободное время на водоемах и реках. Барановическая межрайонная прокуратура напоминает о правилах безопасности на воде. Несанкционированная торговля – беда всего города. Специалисты Барановического зонального центра гигиены и эпидемиологии проводят рейды по выявлению и пресечению данного нарушения. В Барановическом государственном университете состоялось торжественное мероприятие «Прощание с Альма-Матер». В Баргу прошел концерт хора духовенства Барановического благочиния «Пасха нетления мира спасения». Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней Барановича». 2-3 июня Барановичи принимали спортивно-культурный фестиваль «Вытоки Крок до Олимпу». В первый день праздника в парке имени 30-летия Волксэм прошел художественный интерактив «Играйте с нами, рисуйте сами». Организованные галереи «Артхаус», тема работ «Космос». Команда профессиональных белорусских художников работала над основной темой, а дети приняли участие в оформлении прилегающей территории. В Барановичах отгремел культурно-спортивный фестиваль «Вытоки». Местные жители и гости города сделали «Крок до Олимпу». Было представлено 50 видов спорта. В первый день масштабного мероприятия для представителей республиканских и региональных средств массовой информации был организован пресс-тур с посещением наиболее знаковых мест региона. Также 2 июня прошли семинары по олимпийскому образованию для специалистов спортивной отрасли. Более сотни ребят собрал художественный интерактив «Играйте с нами, рисуйте сами» в парке имени 30-летия Волкосы. Организатором выступила галерея «Артхаус», тема работ «Космос». Мальчишки и девчонки вместе с родителями совершили путешествие по планетам Солнечной системы. Яркие моменты праздника вместе с детворой разделил мэр Михаил Баценко. Сама эта тема называется «Космоход». То есть идея такая, что дети путешествуют по Солнечной системе. Ну, во-первых, они узнают, как называются планеты Солнечной системы, в каком они порядке расположены от Солнца, который фонтан является Солнцем, ну и далее до Плутона. То есть как бы образовательная есть такая небольшая часть. Знаешь, что там Юпитер большой, Сатурн с кольцом, например, а Марс красный. Ну и при этом тут есть еще такая спортивная составляющая, физкультурная, потому что надо не просто ходить, а прыгать, причем так, как нарисовано, то есть под разными углами. Сперва рисунок нанесла команда профессиональных белорусских художников, а дети приняли участие в художественном оформлении прилегающей территории. В помощь мальчишкам и девчонкам волонтеры вместе с юными творцами они с удовольствием включились в этот процесс. Для лицеистки Екатерины Сайко это первый опыт участия в таких мероприятиях и уже явно не последний. Очень повезло городу Баранович и ребятам города Баранович, что сейчас в эти два дня, 2-3 июня, проходит такое мероприятие в Итоке. Оно как и спортивное, так и культурное, где ребята сейчас вместе разукрашивают около нашего фонтана солнечную систему. Ребята в командах, во несколько человек, очень интересно. Ребята сдруживаются, работают вместе. Ребята из разных школ, разного возраста. Также очень интересно нам, волонтерам, потому что я в первый раз на таком мероприятии. И очень интересно, разные дети разного и возраста. И ребята из моей школы, и из других. Очень нравится. Территория вокруг фонтана пестрит яркими красками. Здесь расположились планеты, веселые инопланетяне, НЛО, разноцветные звезды, ходилка для детей-космохоль. Рисунки на асфальте еще долго будут радовать и взрослых, и детей. Как здорово, что такое мероприятие проходит в нашем городе. Тут очень хорошо. Мы поиграли, потанцевали, повеселились. Сейчас мы рисуем и скоро будем играть. Мне очень хочется, чтобы таких мероприятий было намного больше. Отмечу, организаторами фестиваля в Итокии выступают и Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов Беларуси, ООО «Артхаус» и ООО «Белбренд Аудит» при поддержке местных органов власти. 3 июня, в основной день проведения в Барановичах спортивно-культурного фестиваля в Итокии «Крок до Олимпу» было организовано около полусотни площадок с активностями, где мальчишки и девчонки могли поучаствовать в спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта и выполнить задания, за что получить ценные призы. Подробности далее. Ярко и зрелищно Барановичи принимали фестиваль в Итокии «Крок до Олимпу». 100 тысяч человек стали участниками и гостями спортивно-культурного фестиваля в Итокии в железнодорожном сердце Беларуси 2 и 3 июня. Программа второго дня началась с посещения основных спортивных объектов города. Но перед этим президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, губернатор Юрий Шулейко, помощник президента инспектора Побрейской области Валерий Вакульчик, министра спорта Сергей Ковальчук. Председателя горисполкома Михаил Баценко и другие почетные гости-участники побывали на месте гибели летчиков Андрея Нечепорчика и Никиты Куканенко и возложили цветы к памятнику героям. Далее гости переместились на площади Ленина. На один день она превратилась в одну большую спортивную площадку. Здесь прошла торжественная церемония открытия праздника. По традиции президент НОК вручил городу сертификат на 100 тысяч рублей на развитие физкультуры и спорта. Давайте заслуженно отдохнем, приведем хорошо время. И может быть кто-то из ваших детей, участвуя в этих локациях, найдет свой любимый вид спорта и посвятит всю жизнь ему. Пойдет профессиональный спорт и когда-то мы увидим его на мировых спортивных аренах. В церемонии открытия предшествовал олимпийский забег. Он собрал более 500 юных атлетов в возрасте до 9 лет из нескольких городов. Каждый участник был награжден памятной медалью. Старт забегу дал олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Андрей Богданович. Также для детворы был организован олимпийский квест. Всего 15 станций, где активности по различным видам спорта проходили на 50 площадках. Отмечу, в рамках проведения фестиваля участники олимпийского квеста и дворовых игр получили в подарок 5,5 тысяч беспроводных наушников и 750 колонок. Кроме того, призы можно было получить и на разных локациях и в местах активности. В первую очередь хотел бы сказать огромное спасибо Национальному олимпийскому комитету за тот праздник, который они привезли в наш город. за этот денежный сертификат, который будет потрачен на развитие спорта в городе Брановище. Наша фестивальная программа этого года отмечена еще одним прекрасным праздником, спортивными локациями и в целом здоровым образом жизни. Поэтому, как сказал Виктор Александрович, давайте будем радоваться, улыбаться и заниматься спортом. Развлекательную часть фестиваля открыла презентация коллекции одежды «Родная модная» белорусских предприятий, дизайнеров и предпринимателей. Праздничная программа продолжилась яркими музыкальными номерами. На сценической площадке прошел вокальный конкурс, лауреаты получили дипломы и призы. Культурная часть «Вытоков» пришлась по вкусу горожанам и гостям. В культурной части появились прекрасные мастер-классы, которые объединяют всех отмалок и уникалок. В общем-то, в первую очередь, нацелены на подрастающее поколение. И обязательно хочу упомянуть о том, что у нас в рамках нашего фестиваля «Вытоки» есть теперь мини-театральный фестиваль. И он прекрасен тем, что каждый спектакль открывает для нас еще разочек или подтверждает какую-то важную ценность. У нас уже мы говорили о любви, мы говорили вчера о семье. И я думаю, что вот чем и отличается фестиваль, если вот посмотреть на каждый квадратный метр, наверное, мы не встретим еще какого-то мероприятия, где количество семейных будет настолько велико. По словам Юрия Шулейко, Пинск может принять спортивно-культурный фестиваль «Вытоки» и «Круг до Олимпу» в следующем сезоне. У города есть возможность проведения масштабных мероприятий, сказал губернатор. Вообще, Брещина не первый раз встречают в «Вытоки». Барановичи приняли эстафету у Столина, а тот у Кобрина. В каждом городе первого региона есть и появляются новые спортивные площадки. Брестская область очень богата на спортивные сооружения, на спортивные достижения. И, конечно же, данный фестиваль, он целенаправен тем, что, может быть, ребенок в этой эстафете или сегодня на локации выберет свое будущее спортивное направление и станет олимпийским чемпионом. А у нас сегодня для этого буквально все есть. Горцы спорта, для катлетические, хоккейные. Сегодня залы для бокса, для легкой атлетики. Поэтому сегодня популяризация через «Вытоки» является, наверное, одной из такой приоритетной и наиболее в данное время и, в принципе, прогрессивным методом в обвлечении нашей молодежи где-то спортивная свою жизнь. В течение дня на фестивале работали интерактивные площадки, ярмарки ремесленников, точки продажи продукции белорусских предприятий, фудкорты и многое другое. Завершил программу вечерний галоконцерт с участием популярных артистов белорусской эстрады. В 23 часа небо разукрасил красочный фейерверк. Отмечу, третий сезон спортивно-культурного фестиваля «Вытоки» «Крок до Олимпу» продолжится в Слониме 16-17 июня. Далее его встретят в глубоком Костюковичах-Борисове. Напомню, впервые «Вытоки» состоялись в 2021 году. В «Водоканале» состоялся традиционный конкурс профессионального мастерства на звание лучшей по профессии. Конкурс приурочен к 65-летию предприятия. Из-за большого количества участников и номинаций было принято решение о проведении конкурса в несколько этапов. В борьбу за почетное звание вступили слесари. 12 июня коллектив Барановичского «Водоканала» встретит 65-летний юбилей. Традиционно накануне праздника на предприятии прошел конкурс профессионального мастерства на звание лучшей по профессии. Такие соревнования позволяют не только выявить лучших из лучших, но и способствуют развитию, профессиональному росту работников. Из-за большого количества участников было принято решение о проведении конкурса в несколько этапов. Сегодня в борьбу за почетное звание вступили слесари. «Ежегодно к Дню «Водоканала» у нас проводится соревнование лучшего по профессии в разных номинациях. В данном конкретном случае проводятся участники среди слесарей разных категорий, участвуют разные цеха, основные, в основном цех водопровода, цех, канализации, работники слесаря абонентной службы, очистных сооружений, предприятий. Значит, конкурс был разработан таким образом, чтобы могли профессионально участвовать работники разных служб». Для участников были разработаны специальные задания. Вопросы по охране труда, демонстрация практических навыков. Профессия слесаря очень важна. От нее зависит благополучие жителей, комфорт проживания в городе. Они задействованы на всех этапах создания, эксплуатации и ремонта различной техники. В работе, которую ежедневно выполняют слесари, важен каждый нюанс. Поэтому при подведении итогов учитывалась не только скорость, но и качество выполненных работ. «В данный день соревнований конкурс проводится таким образом, что нужно собрать узел до уплотнителя, то есть это устранение утечки на раструбном соединении чугунных трубопроводов и установка запорно-регулирующей арматуры диаметром 50 мм и собрать водомерный узел. После того, как соревнующийся заканчивает операцию, засекается время и проводятся испытания. То есть стыки не должны потечь, не должны течь, то есть обеспечена герметичность. Учитывается при подведении итогов время выполнения операции и качество выполняемой работы». В этом году участие в состязании принимает и победитель прошлогоднего конкурса в номинации «Солесарь» Сергей Жавнерчик. В этот раз конкуренцию ему составили не только профи, но и новички. Соперники достойные. «Всегда стоит интрига, волнение перед этим конкурсом, потому что все, в принципе, достойны своего дела. Кому-то повезет, кому-то не повезет. Это уже, как говорится, удача. Это как в соревнованиях». Победители и участники конкурса будут награждены почетными грамотами и денежными премиями. Лето – пора каникулы и отпусков. Многие отдыхающие проводят свободное время на водоемах и реках. Ежегодно от утопления в мире гибнут более 400 тысяч человек. В очередной раз Барановическая межрайонная прокуратура напоминает о правилах поведения на водоеме. Недопустимости оставления детей без присмотра. Лето – пора каникулы и отпусков. Жаркая пора собирают жителей городов и деревень на пляжах. Отдыхающие расслабляются, забывая при этом о мерах безопасности. А ведь водная стихия не прощает беспечности. Ежегодно от утопления в мире гибнут более 400 тысяч человек. Самой частой причиной летального исхода на воде является несоблюдение правил безопасного купания. В целях предупреждения гибели граждан на воде хочется напомнить всем об элементарных правилах безопасности. В первую очередь хочу обратить внимание на наличие решений Барановского городского районного исполнительных комитетов, которыми определены водные объекты, где купание вообще запрещено. К их числу относятся мелиоративные каналы, прудоиспарители, пожарные и иные технические подоемы, озера Светиловская и Жлобинская, все иные расположенные в населенных пунктах Барановского района водоемы, с перечнем которых можно ознакомиться, изучив вышеуказанные решения, размещенные на интернет-сайтах исполкомов. Купание в запрещенных водоемах опасно по той причине, что данные объекты не оборудуются спасательными постами, поэтому вдвойне недопустимо, чтобы они посещались несовершеннолетними. Родительский контроль должен быть усилен. Обращаю внимание всех мам и пап. Дети не должны самостоятельно, без присмотра взрослых, находиться у водных объектов, тем более в местах, не предназначенных и запрещенных для купания. При наличии на приусадебном участке искусственных декоративных водоемов прошу владельцев проявить дополнительную бдительность, чтобы данный водоем не стал местом гибели вашего ребенка. Также с отдыхом у водоемов несовместимо употребление спиртных напитков, поскольку состояние алкогольного опьянения значительно сокращает путь к трагедии. Отмечу, купание в запрещенных местах грозит штрафом в размере от 1 до 3 базовых величин. На территории Барановического региона, безусловно, организовано необходимое взаимодействие всех заинтересованных служб и ведомств для обеспечения безопасного отдыха людей. Но принимаемые меры по профилактике гибели на воде не достигнут желаемого эффекта, если сами граждане не будут максимально осторожными и внимательными. Несанкционированная торговля – беда всего города. Местные жители уже привыкли, что продавцов с ящиками, корзинами можно увидеть на любой улице, но чаще у городского рынка около наиболее востребованных магазинов вдоль тротуаров. При этом каждый из них знает, что стихийная торговля незаконна. К сожалению, поддерживает такую торговлю и сам покупатель, приобретая продукцию с рук. Специалисты Барановического зонального центра гигиены и эпидемиологии проводят рейды по выявлению и пресечению данного нарушения. Случаи несанкционированной торговли сегодня можно наблюдать в каждом городе, не исключение Барановичи. И это несмотря на достаточное количество мест для реализации сельхозпродукции на рынках и мини-рынках. Граждане раскладывают свой товар чуть ли не на земле или на капоте машины. Все это без согласования с местными органами власти. Кроме того, стихийная торговля ухудшает санитарное состояние населенных пунктов. Чаще всего торговля с рук в нашем городе отмечается на территории, прилегающей к рынку Кермаш-Полеский, на автостоянке по улице Сержанта в районе Алексеевского рынка, по улице Притыцкого на автостоянке около аптеки номер 6 ООО «Аптечное дело» и магазина «Грошек» возле универсама «Дружба» по проспекту Советскому. Продукция, реализуемая в несанкционированных местах, как правило, не имеет документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Ее продают практически с земли, где из-под ног прохожих, с пылью, воздух, поднимаются различные микробы, яйца гельминтов и прочие возбудители заболеваний. У дороги это еще и многочисленные химические вещества в выхлопных газах. Все это оседает на продукты питания. Употребление в пищу таких продуктов может вызвать не только кишечное расстройство, но и привести к более серьезным последствиям для здоровья человека. За истекший период 2023 года специалистами Зонального центра гигиены и эпидемиологии проведено 12 рейдов по выявлению и пресечению данного нарушения. Участие в обследованиях также принимают работники отдела торговли и услуг горисполкома, инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Барановичи, сотрудники ГУВД. Во время мониторингов проводится разъяснительная работа среди продавцов и раздаются памятки о запрете торговли в неустановленных местах. Сотрудники милиции оперативно устанавливают личные данные нарушителей и передают их в отдел торговли и услуг Барановичского городского исполнительного комитета для составления протоколов об административном правонарушении. Учитывая вышеизложенное, санитарная служба города Барановичи и Барановичского района призывает жителей и гостей нашего региона внимательно относиться к качеству приобретаемых продуктов питания и покупать их только в установленных для этого местах. Покупать или не покупать, каждый решает для себя сам. Но цена лечения в случае отравления и испорченной продукции зачастую выше цены товара. Помните, в случае приобретения некачественного товара или заболевания вы никому не сможете предъявить претензию. В Барановичском государственном университете состоялось торжественное мероприятие «Прощание с альмаматор». Более 175 студентов и магистрантов были отмечены наградами в пяти номинациях. В Барановичском государственном университете состоялось торжественное мероприятие «Прощание с альмаматором». Позади у молодых людей волнение, тревоги, зачеты и экзамены. Четыре года назад юноши и девушки приехали в этот вуз из разных уголков нашей страны и нашли здесь друзей. Они вместе учились преодолевать трудности, развивались и становились лучше. А сегодня пришло время прощания с Баргун. Впереди новый этап жизни. В рамках мероприятия более 175 студентов и магистрантов были отмечены наградами в следующих номинациях. Научно-исследовательская, учебная деятельность, общественная деятельность, культурно-творческая деятельность и спортивная деятельность. Дорогие наши выпускники, мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, мы хотим пожелать вам успехов, мы хотим пожелать вам новых достижений в тех организациях и предприятиях, куда вы пойдете работать. И вы знаете, наш родной альмаматор, родной альмаматор, всегда для вас открытый. Мы вас ждем. И мне приятно, как ректор услышать от наших деканов, что при распределении многое из вас остается в нашем университете. Приходят в ряды преподавательского состава. Торжество радостное и грустное одновременно. Радостное, потому что выпускники вступают в самостоятельную жизнь, а грустное, потому что для сотрудников, преподавателей вуза, студенты – часть жизни. Юношам и девушкам они передали свои знания и опыт. Мы вас искренне поздравляем, желаем вам успехов. И, как уже было сказано, я искренне вас приглашаю в магистратуру к нам в университет, ну и в дальнейшем вас в первую очередь. Удачи, добрый путь. Музыкальные номера с самым лучшим, талантливым, активным и инициативным студентом подарили творческие коллективы вуза. Они поздравили ребят с достижением высоких результатов и успешным окончанием университета. В Барановическом государственном университете состоялся концерт хора духовенства Барановического благочиния под управлением матушки Елены Барбарич «Пасханитление, мир на спасение». Со сцены звучали пасхальное песнопение, народные композиции и песни военных лет. «Пасханитление, мир на спасение». Под таким названием в Барановическом государственном университете состоялся концерт хора духовенства Барановического благочиния под управлением матушки Елены Барбарич. В актовом зале собрались преподаватели и студенты вуза. Со сцены звучали пасхальное песнопение, народные композиции, песни военных лет. Встречу начали с важнейшего песнопения «Воскресение Твое, Христе Спаси». Стихира поется в самом начале пасхальной утренни перед крестным ходом. В Русской Православной Церкви было установлено «начинать утренню ровно в полночь». Точное время воскресения Христова нигде не указано. Ровно в 12 часов по местному времени духовенство при закрытых царских вратах тихим глазом начинает петь Тихиру. Второй раз она поется уже громко, открываются врата. И третий раз священники поют ее до половины. Песнопение подхватывает хор и затем народ. По завершению зрителям была представлена презентация Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. Напомню, хор духовенства был создан в конце 2017 года. Идея его организации принадлежала благочинному церкви Барановического округа Протеерею Александру Дичковскому. Для помощи в организации работы хора были приглашены супруги Николай и Анна Гоньковы, известные в нашем городе хормейстеры, ученики выдающегося Виктора Ровда. В составе хора выступают священнослужители из разных храмов Барановического региона. В репертуаре духовные, народные и патриотические песни и хор с успехом выступают перед прихожанами городских храмов, на городских площадках, в трудовых коллективах, перед студентами и учащимися в сельских домах культуры Барановического района. Это были главные события уходящей недели. О том, что принесут нам следующие семь дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин